Многим людям антропология представляется как наука о черепах. И даже, может быть, большинство людей считает, что антропология – это наука о древних людях, о черепах, о костях. На самом деле это не так. Большинство антропологов занимаются вполне себе живыми людьми, вполне себе современными. И очень большой такой функциональный и практически значимый раздел антропологии – это спортивная антропология, которая изучает не просто современных живых людей, а спортсменов. Главная генеральная идея спортивной антропологии – предсказать, кто из начинающих спортсменов станет мегауспешным, суперудачливым и вообще суперчемпионом. Конечно, сами спортивные антропологи такое, скорее всего, никогда не озвучат, они не признаются в этом, но на практике это так. То есть идея, что в спортивную школу приходит ребенок в возрасте, не знаю, трех лет или пяти, а еще лучше сам спортивный товарищ приходит к ребенку, который только что родился, новороженный маленький лежит, изучает этого ребенка каким-то хитроумным способом, что-то измеряет, замеряет объем легких, что-то такое, считает цифрики и дает прогноз, что вот этот ребенок будет великий чемпион по боксу, а вот этот ребенок будет бегун, а этот никем не будет и нечего на него тратить деньги, потому что сейчас все эти спортивные методики, там все эти кроссовки, треки, там стадионы и все прочее – это безумные деньги на самом деле, это большой бизнес. И что тогда на него тратиться? И, соответственно, главная генеральная идея такая – и, соответственно, с маленького ребенка мы начинаем вкладываться, тренировать его, всячески его там гонять туда-сюда, значит, по этим беговым дорожкам, и получается чемпион. Потом страна получает еще одну золотую медаль, кто-то получает просто медаль, кто-то получает надбавку к зарплате, кто-то говорит – наша страна, там, наконец-то, значит, их там всяких других победила, вот, и всем хорошо, все радуются, все счастливы, значит, машут флагами, гимн играет. Единственное, что из этой цепочки ускользает обычно – это мнение самого ребенка на самом-то деле, потому что для современных великих достижений в спорте, ну, учитывая, что это уже как бы предел физических возможностей человека, в принципе, тренироваться надо буквально-таки с пеленок, то есть, когда он еще может там ходить и не умеет, но у ребенка, понятное дело, в этом возрасте сознание никакое, и он не может понять, что он там хочет, что он не хочет, и осознать, что с ним будет потом, тоже он, в общем, не способен, то есть, ему может показаться, ой, прикольно там мячик играть, да, а то, что он в 30 лет развалится на куски, и у него будет там артроз, артриты, там все отпадет, про это он ничего не знает, потому что для него 30 лет – это там 130, 30, 330 – это все одно и то же. И получается, ну, немножко не то чтобы как бы фашизм, но какое-то вот такое евгеника какая-то, я не знаю, что мы как бы за ребенка заранее решаем, кем ему быть, а это как бы нехорошо на самом деле. Поэтому настоящие спортивные антропологи, как я уже сказал, в этом никогда не признаются, но на практике это примерно так. И для этого берутся спортсмены, уже состоявшиеся чемпионы, мастера спорта, кандидаты мастера спорта, просто очень крутые, и измеряются по массе всяческих хитрых методик, ну, как классических, так и всяких хитроумных, например, кроме, там, ну, длины тела, да, роста, ширины плеч, там, объема грудной клетки, ну, всяких таких банальных размеров, там, развитие мускулатуры определяется, всякие физиологические показатели, объем, дыхание, сердцебиение, всякие, там, биоимпедансным анализатором оценивается количество жировой ткани, мускульной ткани и основной обмен веществ, ну, вот, можно брать какие-нибудь, там, ферменты, белки на анализ, генетику, упорно продолжают исследовать дерматоглифику в этом отношении, хотя она еще ни разу никакой связи не показала, ну, а вдруг, как бы, покажет когда-нибудь, можно, там, зубы изучать, там, все, что угодно, ушную серу, там, все, что угодно. И, глядишь, что-нибудь из этого сработает. Ну, как показывает реальная практика, а ее сейчас уже накопилось довольно много, лучше всего показывают связи, всякие ферментные системы, связанные с обменом веществ, естественно, то есть, допустим, с рассратой и расходованием кислорода. Есть всякие, там, стайеры, спринтеры, кто-то быстро должен расходовать, кто-то медленно, экономно, у кого-то выносливость, там, на большие расстояния, у кого-то на маленькие, у кого-то, там, на силу, у кого-то на выносливость. И такие связи есть. И, соответственно, некоторые такие связи, в общем-то, и глазом видно без всякой спортивной антропологии. То есть, очевидно, что, например, сумоист не может быть остейником, да, типа меня. То есть, ну, я не буду никогда великим чемпионом-сумоистом, и штангистом не буду, и борцом не буду. Вот, но в некоторых случаях это далеко не так очевидно, когда есть примерно внешне два похожих человека, да, плюс-минус одно и то же, но один почему-то дает результат, а другой не дает. Вот почему, да, вроде мускулатура та же, там, ширина плечи та же, все то же самое, а вот нет, разница есть. Оказывается, что это какой-нибудь, там, белок, который экономит кислород в мышцах, или, там, разлагает гликоген, или еще что-нибудь, там, генканал открывает в клеточных стенках, там, мембранах, что-нибудь из этой серии. Так что, это все изучается. Вот, но иногда бывают интересные исследования. Вот, например, не так давно у нас на кафедре антропологии МГУ исследовались скалолазы впервые в истории. Кстати говоря, довольно много спортивных направлений до сих пор не исследовано, и никто еще не изучал. Вот скалолазы впервые в истории изучили, и оказалось, что, да, у них тоже есть связь, с некоторыми ферментативными генетическими, соответственно, системами, которые дают им успех. А из морфологии у них, например, в среднем покороче ноги. Понятно, что на конкретном, отдельно взятом скалолазе это не обязано срабатывать, но как статистика, а там выборка была довольно приличная, ну, скалолазов их, в принципе, не так много, но вот сколько было, столько измерили, ноги в среднем оказываются меньше, потому что ноги, они тяжелые, и поднимать их, как бы, тяжело, а цепляться ими неудобно все равно. То есть, в принципе, идеальный скалолаз это гиббон, у которого должны быть какие-то безграничные руки, маленькие коротенькие ножки и такое очень квадратное прямоугольное туловище. Ну, есть другие виды спорта, понятно, там свои будут требования. И такие исследования, они имеют большую прогностическую ценность. То есть, понятно, что в единичном случае оно может, в общем-то, не сработать, но в массе это работает. И те, кто применяют такие методики в большом количестве методично на протяжении многих лет, в итоге дают больше результат страны, я имею в виду, допустим, США и Китай, вот они это делают достаточно целенаправленно. У нас в стране тоже все это изучается, в Институте физической культуры и спорта, например, но еще прям вот так совсем на широкую ногу не поставлено. То есть, исследование поставлено, а практическое применение не очень поставлено. То есть, пока еще как бы идет накопление скорее данных. Тут есть много сложностей, потому что кроме морфологии и физиологии, есть еще такая трудно объективизируемая вещь, такой показатель, как желание самого ребенка и как его там воля к победе. То есть, физически, психологически вроде бы, да, и там морфологически одинаковые два детишка могут давать разные результаты, потому что этот хочет играть в футбол, а этот не хочет играть в футбол. И даже если он морфологически идеален для футбола, ну, если он не хочет, если он хочет быть, я не знаю, музыкантом или там, не знаю, поваром, да, и не хочет он играть в футбол, вот ну никак, его не заставишь. И он будет там вяло пинать этот мячик, да, никаких результатов не покажет. А другой человек, может быть, он и не совсем идеален, и что-то у него как бы в минус, но зато он очень хочет играть в футбол и покажет такие результаты. А вот это вот желание или нежелание объективизируется очень проблематично. То есть понятно, что в основе наших психических процессов тоже лежит какая-то биохимия, какая-то генетика, но тут еще огромный комплекс влияний внешних. То есть как в детстве он там посмотрел, не знаю, мультик про хоккей, допустим, да, советский известный, или, я не знаю, ему там кто-нибудь рассказал, что вот там дедушка твой был великий футболист, или, я не знаю, там какой-нибудь пример ему привели, там Пиле какого-нибудь там вспомнили, не к месту, еще что-нибудь такое, и вот он загорелся этой идеей, да, а как это объективизировать, как это узнать? Как правило, никак. Поэтому всегда есть некая доля допущения, то есть вот эти спортивные антропологи, они пытаются найти некий идеал, а строгого идеала, ну как всегда в биологии на самом деле, его вообще-то нет. Всегда есть допуск вправо-влево, туда-сюда, есть гуляние. Поэтому какой бы ни был у вас лично соматотип, какой бы ни был у вас лично психотип, если вы чего-то хотите, старайтесь. Может быть вы, конечно, не догоните, да, совсем уж идеала, да, ну не все могут быть олимпийскими чемпионами по определению, что чемпион в принципе один всегда. Но, тем не менее, на высокие ступени подняться вполне себе можно. То же самое, кстати говоря, касается и всех других областей, понятное дело, человеческой деятельности. Другое дело, что спортсменов изучают очень много, потому что это, опять же, большие денежные вливания, ну всем хочется получить золотую медаль, на это тратятся безумные деньги, и в том числе и на науку немножечко тоже остается. Не только все тратится на покрытие дороже, как кроссовки, и наука чуть-чуть тоже движется. Так что спортивная антропология, это одна из таких хорошо развивающихся, активных и живых частей антропологии, которой занимается довольно-таки много людей. Причем и раньше занималась, и сейчас, и может быть в будущем будет еще и даже и больше. Так что не все антропологи занимаются черепами, а многие занимаются гораздо более интересными вещами.